Восвятая служба информации, телерадиокомпании Гомель, у студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Сегодня в Гомеле прошел уникальный семинар для прессы. В центре уваги самые перспективные тенденции развития белорусской науки. Следующий комитет выкорыстовывая новые подыходы у первыхований злоумысников. У техничным парку областного управления Министерства по надзвучайных ситуациях з'явилися снегоходы. У Гомеле подвали выники областного конкурса навыково-техничной творчасти «Техноинтеллект». Гомельский державный Татр Лялек проставил на суд глядача комедию с элементами чорного гумора. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Наход навыки, объявленный в Беларуси, это не только стимул для ученых больше активно займаться доследованиями и распроцовками. Далекая отказность ускладена и на журналистов. Цекава, удумлива и профессийна для устроения самые перспективные тенденции развития белорусской навыки. С этой метой сегодня в областном центре прошел семинар для представников прессы, организованный Головным управлением идеологичной работы, культуры и по справах молодцы Гомельска Габл в Иконкама. Станом сучасной навыки поцекавился и наш корреспондент Марина Джалая. Не просто теоретичные разваги и сухая информация. Могчимость оценить навыковый плен о его прикладном выражении. Вот что было самым цикавым у семинара, который, напевно, больше докладно можно назвать экскурсией. Начали с института лесу, где уникальной навыкойомистой появляется каждая лаборатория. Например, тут грунтовно займаются новым накерунком у развития белорусской экономики – промысловым вырошиванием грибов. Технология, благодаря которой отримавливают экологично чистую продукцию, недавно была представлена на выставе в Милане. Одна задач на будущее – зацикавить у супрацовництве фармацевтичную глину Беларуси. Разом можно створать препараты, которые способны умоцовывать иммунитет. А у этой лаборатории, дякуючи применению биотехнологичных методов, вырошивать клонированные древы – осины, тополи, бярозы, сосны, ясени, дубы. Каштовные породы для древа працовчивы творчасті. С одного клону можно отримать до 10 тысяч саджанцев. Процесс скрупулезный, але в будущем породы будут иметь только высокоякосную дравнину. Для этого в институте глобально займаются выучением генетики древ и рослин у стоилевых до шкодников альбо негативного уплыва на вакольнага сяроддя. Вось такая геномная машина, яка каштую около 130 тысяч долларов, одночасово може распознать до 30 тысяч генов. В этом году мне был выделен персональный грант на проведение научных исследований, связанных с повышением устойчивости лесных древесных растений к различным заболеваниям и внешним факторам. Как вы знаете, эти свойства зачастую генетически обусловлены и передаются по наследству. Поэтому, используя наши методы, мы можем проводить раннюю диагностику и отбирать те растения, которые в будущем будут более устойчивы к различным видам заболеваний, даже к тем заболеваниям, которые к нам скоро должны прийти. Как вы знаете, в связи с изменением климата к нам приходят новые болезни, новые вредители. И вот нам надо уже заранее выявить те растения, которые были бы уже готовы к данной проблеме. Наступный объект – лаборатория практичного навучения Гомельского государственного медицинского университета. Вот это учебные модули, кошти которых вагаются от 10 до 18 тысяч долларов. Симуляторы вельми подобные на людей. Тут теоретичные виды проверяются на практицы. Модули реагуют на все манипуляции. От инъекции до лапароскопичной операции абсолютно реально. Компьютерная программа фиксует любую помылку студентов. По культу от этого залежит только от знака. А в будущем – житет человека. На тренажере сердечно-легочной реанимации студенты отрабатывают расширенные навыки по СЛР, сердечно-легочной реанимации, в ходе которых они оценивают исходное состояние пациента. Они это могут видеть на мониторе. Принимают решение, как и каким образом будут оказывать медицинскую помощь. И непосредственно ее выполняют. Основная тенденция развития белорусской навыки – прикладный характер распроцовок. Усю, на что выдатковываются гроши и тратятся интеллектуальные силы, повинны приносить корысть экономицы. Словы, не реализованные в справе, каштуют мало. Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Технический парк областного управления Министерства по надзвучайных ситуациях пополнили снегоходы. Новые машины с санями для эвакуации людей были набыты за кошт республиканского бюджета. Снегоход может развивать худкость до 100 км за годину. Сани четырехместовые с каркасным модулем на причепе. Одна из двух машин будет допомогать у выратования людей у Хойницким, Наралянским и Брахинским районах. Другая застанется у Гомеля. При надзвучайных ситуациях у инших районах в области технику смогут оперативно транспортовать. С каждым годом у нас зима более снежная, более морозная. Поэтому приобретение данной техники позволит нам более маневренно. В такие крайние точки нашей области более быстро пребывать. Данный снегоход маневренно может по любым снежным заносам следовать. Были моменты, что в труднодоступные места в лесу приходилось долгое время идти пешком. А с таким снегоходом, понятное дело, что это будут минуты. Иногда приходится поиски людей производить и вслепую. Без различных координат сказали, вот лес, вот примерно в этом лесу заблудился человек. Прочесать на снегоходе, сами понимаете, это в разы быстрее. А кроме этого, на узброение воротовальников поступили две новые аутоцистерны тяжкого класса. Их ёмистой складает 10 тонн. До места ликвидации пожару новые аутоцистерны могут доставить боевый разлик с 6 человек. С допомогой этой техники можно тушить пожары на значных площах без обовязковой установки на водную крыницу. С початку изломали, а потом сами же и одрамантовали. У вёсты Салтанова Реческого района мясцовые жыхары за властный кошт одновили огороджу, якую пошкодили на початку месяца. Новые подыходы Следующего комитета у перевыхований злоумысников у материаля Олега Синцерова. Агрогородок Салтанова по сучасных мерках далёка не самый маленький населенный пункт. Зараз тут проживаюць крыху больше 900 человек у перважной большинстве процедольных аузросту. Як і у любой вёста, людзі тут не толькі ведаюць один-однаго, але і часто разом означаюць святы. Гэта центральная площа Агрогородка. Менавіта тут проходзіць ўсі основные вязковые мероприемства. У 2011-м на площі навыц посадзіли ёлку специально для святкавання Нового года. На гэта Новый год головную ёлку Агрогородка таксамо упрыгожили, але чекаемого свята не отрымалася. Першого студене высветлилася, што некто пашкодзів агроджу вакол площа. Некакі годів тому яе установили засродки, які сі совета отрымаў за образовое місце областным конкурсам по доброупорадкованні. Такі случаи бывают, конечно, не часто, но бывают. Но в таком масштабі, конечно, это случилось впервые. І наутро вся дзеревня на ушах бала, што прайзошло. І, конечно, ж, каждый, у каждого вопрос был, хто это сделал. Амаль два тыдня хулиганов ў Салтанова шукали ўласными сілами. Калі нічого не отрымалася, звернулися ў праваховные органы. І ўжо на наступный день ў реческім районным отделі слідчіга комітета узбудзіли кримінальну справу в относинах до двух местовых жахаров 1998-го года нараджэння. Немножко выпили, не подумали. Щас вот восстановили. Щас как-то больше не будем поняли свою ошибку. Нанесіны страты оценили ў 136 рублёв. І ке хулиганы компенсовали разом з батьками. За гэтай сродкі набыли 16 новых пралётов. І ке ж сами зламыснікі і установіли на вачах адновязковців. Але на гэтам справу не закрыли. Ця перлина буде передадзіна ў районну прокуратуру. Срок до 16 февраля 2017-го года подозреваемым планирується пред'явлення обвинення і направлення дела прокурору для передачи його в суд. Також в ході следствия выявляються причини і условія, способствуючі совершенню преступлений, по результатам которых в адрес соответствующих інстанцій будуть направлены соответствуючі представлення. Олег Сентюров, Євген Макеєнка, телерадиокомпанія «Гомель», Реческий район. Протягиваем выпуск сьогодні у «Гомель» за круглым столом собралися представники узброєнных сил і сферы аддукації. Подстава для сустречі – повысить якость до призывної і медицинської подрыхтовки у школах і середніх спеціальних навучальних установах. Сьогодні у старшокласників на вывучення до призывної і медицинської подрыхтовки одводіця одна гадзі на у тыдзень. Кадровых офіцеров, які професійно выкладають гэты прадмет, у школах амаль не засталося. Вийзці знайшлі у перападрыхтовці педагогів інших спеціальністів. Ужо вызначены 10 наставніков, які у ближайші паўгода пройдуть навучання на базі воєнной академії. Частка будзі накеравана на курсы повышення кваліфікації у «Гомельскі обласны інститут развіця аддукації». А крім'я таго, у планах удакладніць праграму выкладанні і распрацаваць новыя метадычныя допаможнікі. Дарайші сёння на «Гомельші» недопрызывною і медицинською подрыхтовку падлеткі проходять у 288 установах, 11 з яких – спеціалізованыя центры. У многіх патрабуюцца обнаўління інвентара, противогазаў, пневматычной зброї, ахоўных шлемав. Пачас круглого стола прагучалі конкретныя пропановы, як вырашыць гэты і інші актуальні пытання. Мінистерством обороны було предложено укрепити матеріно-техніческу базу кабінетів по военно-патриотичній підготовці. І ми надеємся, що общими усілиями, совместними, такими слаженними, нам удастся вернути на необхідний качественний уровень преподавання учебного предмета допрізнена підготовка ёноши. Подготовить защитника Отечества мы должны все, все інституты государства, а начало – это в школе, в учреждениях образования допризывная медицинская подготовка. І значимость ёоўзрастает з каждым годом. Даречі, на Гомельшині такая сустрэча отбылась ў першыню. Подобные посяджэнні плануюць організаваць і ў інших регіонах країны. У Гомелі падвали вынікі 18-го обласного конкурсу навуково-технічной творчасті «Техный интеллект». Його ёдзельніками стали больше, як 120 навучэнсов в аузрості от 14-ти до 18-ти годов з усіх районав в області. Конкурсанты прайшлі теоретычны туры і прынялі ёдзілу навуково-практичной конферэнці по розных на прамках технічной творчасті. З ёдзельніками конкурсу іх вынаходніцтвамі познайомілася Светлана Князіва. Наша здымочная бригада не выпадково выршыла завітать ў Гомельскі обласный центр технічной творчасті дзятей і молоді. Справа у тым, што минавіто тут рифтавалася самая вялікая колька сўдзельніка ў секції радуэлектроніка, електротэхніка, енергетика, яка працавала під час проведення конферэнцій. Нікаторые выхованцы стали пераможцамі. А крамя таго, больш за ўсё адгатай установы было ў дзельніка і ў асабістым заліку. Александру Лясніцкэму перше місце на конкурсі прынёс ёго робот-металошукальнік. Калёсная платформа з выдатной механікай. Для ёго стварэння спотрэбіўся год і мінімальны грошовыя затраты. Этат робот можат управляцца как в ручном режимі, так і в автоматическом отрабатывать выделенный участок на налічіе любых металлов. Другое місце на техна інтелекція занял Андрэй Єрмакоў с проектом «Їстория гуказапісу». На основі ретро-техніки ён зробіў прыладу, якаў можа продемонстраваць ўсі виды гуказапісу ад ёго зяўлення до сучаснасті. На рахунку інших выхованців гэтаў творчай лабараторы прибор для индукційной плавкі металлов, ветрогенератор і робот здольна адшукваць корыстнае выкапні. Верный помошник подлетка ў керавнік об'яднання Алена Мартынова. Яна дарэча ў день подведення вынікаў конкурсу отрымала президентску прэмію за добрая вынікі працы. На протягу пяти гадоў ёй выхованцы становятся пераможцами республиканских споборництва ў панавуково-технічной творчасти. Конкурс очень хороший. Они могут показать свои какие-то творческие достижения и в то же время попробовать себя в решении задач физических, математических, то, что потом даст возможность им поступать в высшую учебную заведенню. Техноинтелект проводится уже давно, с 2000 года. Такая долгая история подтверждает правильность выбора и правильность схемы, процедуры, которая положена в основу конкурса. У Сэкови Купера можца очакая республиканский этап конкурсу у Минску. Светлана Князева, Игорь Марыченко, телерадоэкампанію «Гомель». Огомельским державным театрэля лік сегодня отбылась прэмьера, неординарнага спектакля «Пліх і Плюх». У вазі юных і дорослых театралу працтавілі камендую з алементами чорнага гумару. У основу спектакля лёг однаімэнный гумарыстычный верш немецкага паэта Вильгельма Буша. У гэтым творы распавядаецца о прыгодах двух шанюков «Пліха» і «Плюха», а таксам а их маленьких уладальніка у братаў Пауля і Петара. У першыню верш был опубликован Юрая Дзівакова спектакля различны на дятсей ва узросте от сямі гадоў. Однак батькам варта быть подрыхтованными до того, што пастановка падаецца не узусім звыклым для их формате. Тут нема маляўніших декараций, на сцене пануй атмосфера паузмроку специфічных візуальніх і гуковых эффектаў. Жанр мы охарактеризували таким образом, что это комедия с элементами чёрного юмора, потому что это стихотворение «Плюх и плюх» было написано Вильгельмом Бушем, в нём большой процент составляет именно как раз-таки чёрного юмора и касающийся для детей и их родителей. Мне хотелось бы, чтобы зритель мог увидеть какие-то вещи, которые он, возможно, никогда не видел для себя визуально, звуково. Гэта іншая новина вы можете знайсти на нашым сайте в интернете по адресі www.tivergomil.by На гэтым выпуск завершанный. У студии працава Олександр Гамоля. Добрых вам новинов и до сустрэчого эфира.